В Чуворше завершился зимний фестиваль юношеских средств массовой информации «Волжские встречи». Уже 25 лет со всех уголков страны и некоторых зарубежных стран к нам приезжают ребята, которые выбрали журналистику как будущую профессию и способ самовыражения. В программе фестиваля обмен опытом мастер-классы и творческие командировки. Об одной из них в сюжете Марии Шоклевой. Жители села Новые Шальтямы уже не первый раз встречаются с юными журналистами России. На этот раз удивлять гостей решили показом чувашских национальных игр. И это не случайно. Среди тренеров фестиваля «Волжские встречи» игротехник из Молдовы Марчел Паскаль. В его копилке сотни игр самых разных народов. Дистрофия игры не лечится. Это первая фраза, потому что все, что недоиграли в детстве, потом никогда, никакие психологи, второе мое образование психологическое, никакие психологи не исправят. И вторая вообще вещь. Мы перестаем играть не потому, что стареем, а стареем, когда перестаем играть. Песня «Столбик» Эта игра называется «Столбик». Задача ведущего – поймать игроков из разделившейся пары до того, как они снова возьмутся за руки. Уже после нескольких игр гостям трудно оставаться на местах, и они с удовольствием присоединяются к сельским школьникам. Взрослым это тоже интересно, как мы включились в эту игру, и как дети. Может, даже в детстве вспомнили. Может, кто-то в детстве играл подобное. У многих народов есть что-то какое-то, что-то подобные игры есть. Вы знаете, любая игра мертва, без души. Поэтому даже известная игра, показанная через вашими детьми, очень хорошими детьми, она оказалась новой. А я скажу честно, некоторые игры, просто там своим игротехникам подскажу, как обряды, как на свадьбу можно даже кое-что переделать, получится великолепная. Это находка для 21 века великолепная. Платочек, Солнце и Луна, Разойдись. Все эти игры развивают и сплачивают. Есть только одно «но». О них почти никто не знает. Это старинные игры, а мы сейчас играем в современные игры. А какие современные? Теннис, волейбол, бильярд, футбол. Как же сделать национальные игры популярными? В поисках ответа на этот вопрос у директоров двух школ родилась интересная идея. Я была просто по-хорошему удивлена, что традиция чувашского народа в игре. Сегодня детки перестали играть, и поэтому я считаю, что это нужно обязательно транслировать, обязательно нужно научить. И мы сегодня разговаривали с директором о том, что, возможно, у нас родится один из проектов, который поможет сделать маленькую энциклопедию, игр. Мы постараемся снять фильм, и, возможно, в этом научно-практическую конференцию поможем ребятам, мы с точки зрения телевизионной передачи, а не с точки зрения сборки вот этих фольклорных возможностей.